Всех приветствую на канале Tetra Games. Мы продолжаем снимать игру Transport Fever. Это второй сезон по игре. Между первым и вторым был небольшой ролик по межсезонью, который я вам рекомендую посмотреть, чтобы понять примерно на каком этапе развития всего этого беспредела мы остановились. Ну, в общем-то, у нас появились только зеленые крокодилы, пока что электрические, которые возят у нас большие партии нефти. И, конечно же, на газу, точнее, нет, не на газу, это тоже электрический. Назовем это красная стрела. Вот такие двухвагонные составы. Они развивают достаточно приличную скорость. Я их пустил между Москвой и Никольском. Две штуки. Они друг с другом ходят и размениваются. Вот мы видим, как раз один из таких поездов сейчас идет как раз по направлению Москвы, а ему навстречу идет такой же маленький из Москвы. Этих двух поездов вполне хватает для того, чтобы связать эти два города. Как ни странно, между самыми первыми двумя городами, которые я связал, до сих пор не шибко большой пассажиропоток. На самом деле, меня это действительно немного удивляет. Что ж, не будем на этом заострять внимание. Работы действительно еще очень-очень много. Вот тот самый крокодил, электровоз, который умеет, благодаря своей крутости и тяжести и мощности, таскать огромнейшие длинные составы. Вот такой состав он длинный тащит. Который связывает между собой вот эту вот нефтяную скважину и вот этот вот нефтеперерабатывающий завод. Ну, кучки составов у меня также отвозят топливо в Москву и так далее. Ну, в общем, вы все это знаете, если смотрели мои предыдущие части. Давайте подумаем, что можно улучшить и развить или какой-то заменить транспорт. И приступим уже к началу второго сезона. Ну, что ж, хоть заставочка немножко оттянулась, но она должна быть. Так, поехали. Я думаю, что для начала нам нужно немножечко подправить ситуацию с пассажиропотоком, связывающий Москву и Санкт-Петербург. Вот как неудивительно, но игра сама способствует тому, чтобы развивались эти два города. Я вроде как особо не прикладывал каких-то диких усилий. Тем не менее, у меня курсирует здесь достаточно большой поезд на 140 пассажиров. Куча вагонов. Я поставил здесь самый мощный, самый быстрый паровой экспресс. Вот такой вот самый топчик, можно сказать. Круче него уже паровозов не будет. Дальше переходить уже нужно будет только на электрические локомотивы. Тем не менее, он увез только что из Санкт-Петербурга. Достаточно много пассажиров. Вот, станция в Москве. Называется Николаев. Как-то странно. Правильно, точно. Мы же... Это не раньше Николаев было. Я забыл переименовать. Нужно будет переименовать эту станцию. Назовем это в Москве. Какой? В Москве есть Ленинградский вокзал. Вот так вот. Итак, на Ленинградском вокзале только что увезли 140 пассажиров. И посмотрите, на 10-й линии 169 еще и осталось. О, какой-то у нас локомотивчик классный появился электрический. Отлично. Запомним это. И тем не менее, когда поезд увез этих пассажиров... Посмотрите, он только что разгрузился. 140 человек. Забирает еще 140. Вот 10-я линия. В Санкт-Петербурге. И что мы видим? 120 еще осталось. Ну, я думаю, что нам придется все-таки... Тем более, длина вокзала позволяет увеличить длину поезда. Я думаю, что нам придется подвесить еще парочку вагонов к этому поезду, чтобы он нормально гонял. Чуть позже я попробую где-нибудь в середине отрезка пути замерить его скорость, чтобы понять, насколько хорошо он разгоняется. Нужен ли нам более мощный локомотив, который гоняет большее количество вагонов. Или же все оставить как есть. И этот паровоз, поскольку он топовый, вполне может себе справиться. Мощность у него 1980 кВт. Так, давайте заценим. Вот на спуске мы видим, что на спуске с высокого подъема моста он разгоняется до 90 км в час. Я думаю, до поворота уже к станции где-то здесь он наберет свою максималку. Сотку, да? Сотку он берет. Чуть даже чуть больше. Я думаю, на поворотах ему тут уже придется сбавлять, тем более впереди станция. Ага. В общем, мы понимаем, что 140 человек с этим количеством вагонов он тягает до 110. В принципе, это его предел, не предел, а предел у него 120. Тем не менее, такое количество вагонов он до 120 за этот период не успевает разогнать. Вот мы видим, 112 было. Не густо. То есть, если вагонов будет больше, соответственно, он их разгонять уже до такой скорости не будет. Ну, это стоит обсудить и обмозговать. Кстати говоря, с аэровоздушной сетью у нас все. Ну, так, в принципе, новенькие самолеты, которые я закупал, возят по 15 человек. На вокзале я вижу на 42-й воздушной линии 13. То есть, ну, пока воздушными путями пользуются не так часто. Вроде нормально. Вроде нормально. Все в порядке. В общем, наша основная задача сейчас разобраться с линией Москва-Санкт-Петербург. И, видимо, мы будем сейчас менять, точнее, не менять, хотя, может быть, и локомотив будем менять, количество вагонов. Сейчас поезд разгрузится в Санкт-Петербурге, и я поставлю ему задачу отправляться в депо. Вот сейчас количество пассажиров впустится до нуля, и пустым он поедет уже в депо. Итак, ну, примерно нолик, да, вроде я успел. Все, отправились. Пассажиры пока здесь будут грустить, скучать. Я, кстати говоря, переименовал в Санкт-Петербурге вокзал на московский. Все должно быть правильно, с почином и по понятиям. Поэтому сейчас мы дождемся, когда поезд дает депо, и будем его уже переделывать. Кстати говоря, кто, ребят, знает, какие настоящие вокзалы имеют свои названия в таких городах, как Никольск, Выборг. Так, ну, в Армянске я не знаю. Знает кто-нибудь такие города? Казань. Ну-ка, ребят, напишите в комментариях. Пудыш, ну, в Пудыш, наверное, вообще нет вокзала, наверное. Трехгорный. Ага, во Владивосток. Ну, во Владивостоке у нас, к сожалению, железнодорожной станции, ну, вот, вообще никак. Потому что настолько гористая местность. Физически здесь станцию просто не поставить. Посмотрите, это адовый рельеф. Это просто адовый рельеф. Здесь станция железнодорожная, ну, никак не получится. Возможно, только спустя, не знаю, пару десятков лет, если город как-то разрастется. И то достаточно спорно. Может быть, вот в какую-то низину вот сюда расположить станцию. Может быть, это и получится. И то она в гору будет упираться. В общем, под вопросом, под вопросом, Владивосток. Есть еще вот Межгорье у нас. Угу. Итак, поезд приехал. Давайте-ка заценим, какие новые поезда есть. И сравним, может быть, их. Такс, максимальная скорость вот такая вот, мощность 1900. Есть ли смысл заменять вот этот мощный паровой локомотив класс А4? Хотя нет, стоп, это же не он. У нас на данный момент вот этот летучий шотландец, который 120 разгоняется. Стопэ. Так, вот в чем дело. Похоже, у нас синенький, да-да-да, синенький локомотив, вот этот топовый, он может разгоняться до 145. Но, по всей видимости, вагоны не дают просто такой возможности. Давайте посмотрим. Да, ограничения накладывают современные вагоны. Это максимум, что есть на данный момент. Быстрее 120 они не разгоняются, это их предел. Но, тем не менее, я считаю, что если мы подвесим еще пару вагонов к этому поезду, быстрее он явно не станет ездить. Он просто будет перевозить больше пассажиров. А нам как раз нужно 2 или 3 подвесить, я так считаю. Давайте, может быть, поищем более мощный какой-нибудь локомотив. Тяга, значит, у него 150. Мощность почти 2000. Давайте посмотрим, что. Ага. Вот этот локомотив тот самый. Ну, как-то вот электрический вообще неинтересно. Он и стоит дороже. Хотя вот у электрического меньше обслуга. Но, блин, что-то тяга у него слабенькая по сравнению с нашим текущим. Вот вообще новый, который изобрели только что, ну, как-то он не впечатляет совершенно. Единственное, что он, у него стоимость эксплуатации чуть-чуть подешевле. И, в принципе, то есть, если мы хотим вот такие локомотивы покупать, есть смысл, конечно, покупать скорее вот такие. На электричестве более современные. Но, тем не менее, мощность и тяга у него чуть слабее, чем у этого. То есть, его выбирать как особо какие-то скоростные, ну, спорное преимущество. Я пока не буду экспериментировать. Давайте я просто подвешу парочку дополнительных вагонов. Я думаю, и хрен с ним, как говорится. Просто покупаю вот эти вагончики. И, я думаю, нормально будет. По крайней мере, на ближайшее какое-то время. Так, ну, запускаем на десяточку снова. Все, пусть чай катится. Ох ты, какие у нас обновления-то прилетели. Посмотрели. Рельса Буз. Что-то новенькое, да? Также у нас появились две баржи. Баржи и танкер, что ли? Я вот не очень понимаю. Похоже, одна для груза. Вторая, по всей видимости, для нефти. Также цистерна и вагон с быковыми стойками. По всей видимости, для дерева, для древесины. Я это обязательно в ближайшем временем использую и обновлю все поезда. Давайте заценим, что же такое там у нас для моря появилось. Давайте сравним, что за новые такие средства плавучести. На текущий момент для грузов у нас используется вот такой вот колесный проход. Как ни грустно, но вот так вот. Носится он со скоростью 20 км в час. Вместимость у него 100 единиц. Всего лишь два отсека. Ну, в общем, как бы и не густо. Если мы будем использовать вот что-то посерьезнее. Давайте посмотрим. Скорость уже 30 км в час. Вместимость 150. В полтора раза больше. В этом товарном корабле. Не знаю, как назвать. Вроде не танкер. Баржа. Баржа. Совершенно очевидно, что нужно использовать теперь ее, нежели эти колесные проходы. И это значит, что нужно будет заменять и даже добавлять еще, скорее всего, один дополнительный такой корабль. Потому что, посмотрите, у нас на линии 23 та самая линия, которая поставляет продовольствие в Санкт-Петербург. Вот сюда. Сюда ходят корабли. Вот на этот товарный терминал. Но, к сожалению, возят они не очень быстро. Я бы даже сказал, очень медленно. И поэтому еда здесь просто застаивается. Булочки сохнут, знаете ли, друзья. Поэтому я думаю, что прямо сейчас нужно будет этим заняться. Заменить все корабли на новые баржи грузовые. И докупить, может быть, еще парочку. Так, 23 линия, да? Смотрим. Да, 23. Все верно. О, некоторые корабли здесь 24 года, 25. Точно надо заменять 100%. Окей, давайте тогда заменять. На текущий момент у транспорта. Да, сейчас я посмотрю, каким образом транспорт возит. По-моему, здесь не выбран точно ресурс, который возит. По-моему, корабль сам должен догадываться, что именно он должен возить. Видите, сколько кораблей. Просто до хрена. Просто до хренища. Выбираем новую баржу. Вот эту. Пусть сам самостоятельно определяет. Хотя, в принципе, блин, нафига он будет самостоятельно определяет? Пусть возит гребаную еду. Вот, все. По 38 единиц еды возит. И не вякает. Да, я думаю, так вот будет хорошо. Все. Нажимаем немедленно автозамену. Видимо, для всего автоматически. Стоить это будет 4-5 миллионов. Но для меня это совершенно не проблема. Полностью всю товарную станцию заменяем. Транспортный парк. Точнее, вот я ошибся. И давайте, может быть, еще парочку таких барж докупим сюда. Точно так же проставим. Продовольствие. Купить, купить. И обе баржи отправляем на 23 маршрут. Вот так вот. Я хочу, чтобы баржи всегда здесь стояли. Загружались по полной программе товарами, едой. И все сразу отвозили в Санкт-Петербург. Чтобы не было ни капельки промедлений. Аналогичную хрень нужно делать, конечно же, вот здесь древесиной. Потому что у меня здесь курсирует, посмотрите, всего лишь 3 колесных прохода. Они возят очень медленно бревна. Прямо вот непростительным в результате бревна около вот этого лесозаповедника. Не заповедника, не знаю, лесополосы. В результате бревна сильно скапливаются. 440 штук. И их никто не отвозит. Просто потому что в порту не справляются эти дурацкие маленькие колесные проходики. Нужно здесь все менять в корне. Линия 50. Сейчас мы ее быстро заменим. Ставим здесь точно такую же баржу. Только выбираем здесь бревна. Бревна, бревна. По 38. Вот так вот все ячейки заполняем. Прекрасно. Сжимаем автозамена. Немедленная замена. Я могу себе позволить это сделать. У меня денег просто дохренище. Я нормально наладил всю транспортную систему. Доходы есть. Я думаю, здесь все-таки потребуется еще один кораблик. Может быть даже два. Но я пока один куплю. Всегда докупить успею. Вот так вот. И отправляю его также на 50-ю линию. Все, поехал. Отлично. Теперь, я думаю, с бревнами здесь будет все супер. На этой станции, кстати говоря, бревна, посмотрите, тоже залеживаются. Их, конечно, возят-возят. Но совершенно очевидно, что вот этот самый поезд. Давайте посмотрим, что с ним не так. Почему он не справляется с такими объемами бревен. Бревен, которые везутся вот сюда, на эту лесопилку. Да, здесь гораздо быстрее бревнышки перерабатываются в доске. Это значит, что нам нужно чаще... Ну, давайте посмотрим, насколько крутой здесь поезд. Станция длинная. Поезд недостаточно длинный. Нужно удлинять. Совершенно точно нужно удлинять. Как минимум еще, вот я визуально чисто вижу, на 4 вагона. На 4 или 5 вагонов. Причем, если это делать, это нужно делать сразу новыми вагонами. То есть, сейчас у нас 160. Ну, очевидно, что нужно где-то довести до 200, а то и 220. Грузоперевозимость этого поезда. Я выбрал максимальную длину поезда. 325 метров. Это соответствует длине всей станции. То есть, максималочку забил все, что возможно, новыми вагонами. Нажимаю, конечно же, сразу автозамену. Тянуть не будем. Делаем немедленную замену на ближайшей станции. Давайте посмотрим, как это произойдет. По всей мере, это произойдет прямо вот сейчас. Вот, 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 вот. Вот наш поезд. Сейчас он из 160 должен какую-то побольше цифру нам показать. Кстати говоря, посмотрите, из второго поезда, который отвозит доски к нам на производство, это максимум, что мы можем выбить. Это максимальная длина. Вот он возит 216 единиц досок. Это максимум, что мы можем вообще выжить. Дальше можем только улучшать локомотивы, чтобы они мощнее и быстрее разгоняли и перевозили. Так, вот сейчас, сейчас изменится, по идее, сейчас должен измениться вот этот новый крокодил. Во, видите, полная длина, полная длина. Теперь также мы будем стараться получать максимум из этих перевозок. Если этого будет не хватать, если мы не будем успевать отвозить отсюда бревна, ну, значит, все. О, а вот и наши баржи. Смотрите-ка. Уже отвозит по 150 бревен. Нормально. Слушайте, очень нормально. Что-то у меня, честно говоря, есть ощущение, что придется с этими бревнами увеличивать проходимость. Может быть, даже второй поезд ставить. Так же, как и перевозку бревен вот на эту столетейку. Возможно, придется увеличивать. Что же, отлично. После замены большинства барж, колесных проходов на именно вот эти дизельные баржи, они пошустрее двигаются. Да. Как-то вот они порасторопней, порасторопней, чем вот эти колесные проходы. Да, что, ну, блин, они... Эти вообще тормоза. А теперь я не вижу огромного количества иконок. Вот здесь, вот, около этого порта, где скапливалось огромное количество еды, значит, вся еда прекрасно отвозится в Санкт-Петербург. Я доволен, значит, все будет в порядке. И в заключении этого видео у нас появилось новое транспортное средство. Самолетик. Да, ну, давайте посмотрим, что он из себя представляет. И насколько выгодно заменять авиапарк. На текущий момент у меня практически все самолеты переведены на вот этих Дугласов, 15-ти местных пассажирских самолетов, которые развивают 365 км в час. Давайте сравним их с новеньким. Ага, мы видим, что пассажирчиков здесь может уже больше кататься, 23 человечка, самолетик-то помощнее. И скорость у него побыстрее почти 500 км в час. Да, эта штука гораздо интересней. И, возможно, действительно стоит об этом задуматься. Давайте, наверное, так и сделаем. Переведем весь авиапарк, особенно, который связан с Москвой. А в Москве у меня почему-то только одна линия летает. Ну и ладно, значит, судьба такая. Хорошо, давайте переведем все воздушные пути сообщения на новенькие самолеты. Значит, 42-я линия, конечно же, просто заменяем на новый самолетик. Жмем ОК. Немедленная замена. 14 миллионов будет стоить полностью обновить весь парк. Я, конечно же, быстренько соглашаюсь. Нам нужны самые лучшие самолеты, правильно? Мы же не будем тормозить. То же самое я делаю с остальными линиями. Выбираю все-все-все самое новое. Так. Еще 10 миллионов. Так, вроде все три линии я поставил на замену. Я думаю, мне это вылилось где-то в 60 миллионов. Но для меня на данный момент это просто копейки. Поэтому я делаю это даже не поведя бровью, скажем так. Что ж, на этом, наверное, мне стоит закончить этот выпуск. Получилось немножечко, мне кажется, в какой-то мере сумбурно. Но главное, что я кое-какие маршруты улучшил по функциональности. С бревнами мы будем что-то делать. Я пока не знаю что. Ну, не прокладывать же железную дорогу. Прям вот мост сюда, блин. Это будет жесть. Хотя, теоретически, это можно сделать. Пустить огромную железнодорожную линию. Здесь пустить огромный мост. И железнодорожную станцию приткнуть прямо сюда. То есть, чтобы вообще миновать переправу через вот это большое озеро. То есть, чтобы все поезда решали. Тем более, поезда это будут делать в больших объемах. И гораздо быстрее пустить парочку поездов. Потому что на текущий момент, конечно, все как-то медленно здесь движется. А нужно ускорить процесс. Ну, и, конечно, в следующем видео, я думаю, будем улучшать проходную железнодорогу двухколейку из Санкт-Петербурга через Выборг по Альмянску. Вот эту самую. На которой тоже пара паровозов курсирует. Будем что-то с этим делать. Вылечивать пассажиропоток. Ну, а улучшение поезда Москва-Санкт-Петербург, я думаю, я оставлю за кадром. Потому что здесь явно нужно какое-то... Нужна переработка и улучшение. Явно не хватает. 180 тонн возят. Как возил, так и возят. А здесь на 10-й линии по-прежнему много народа скапливается. Мне кажется, этого не хватает. 10-я линия чуть-чуть захлебывается. Что ж, спасибо всем за просмотр. С вас лайк, подписка и жмите около подписочки колокольчик, если вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok